Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Есть ли тут специалист, который работает с симптомами комплексного ПТСР, как долго длится терапия? Терапия. После серии абьюза, стресса и потрясения в жизни возникли очень мощный эмоциональный флэшбэк. Похожий запах, громкий звук, безобидная фраза, все в момент меня эмоционально отбрасывает в прошлое. Даже незначительно замечательно в мою сторону может видеть меня на игре и желание набить обидчику морду. Также постоянно происходит чувство, как будто я наблюдаю какой-то сон, до конца не чувствую, что я нахожусь здесь и сейчас. Подскажите, какими техниками и методами какой специалист может мне помочь стать уравновешенной и жизнерадостной женщиной? Хороший вопрос. На самом деле, такой, достаточно объемный и, в общем-то, серьезный. Тем не менее, не без, скажем так, определенных проблем, которые я могу увидеть. Во-первых, хочется обратить ваше внимание на то, что, при том, что вы находитесь, совершенно очевидно, в эмоциональном потрясении, да? То есть вы находитесь, ну вот, в эмоциональном таком, как вы, в принципе, сами сказали, в эмоциональном стрессе, при том, что вы находитесь в этом. У вас есть, как будто бы, такая, эм, тенденция, я бы сказал, к контролю. То есть вы пытаетесь контролировать, вот, вы пытаетесь понять, какой специалист, какие техники, то есть вот. Здесь, я бы сказал, э, чувствуется, как, какое-то вот такое, э, желание, да, э, контролировать, э, происходящее. С вами чувствуется, такое вот, желание, э, найти лучший вариант для себя, вот, найти какое-то идеальное решение, решение, вот. В принципе, я, наверное, не удивлю вас, если скажу, что это нормально. Ну, нормально, что вы пытаетесь сейчас, наверное, себя обезопасить. Тем не менее, э, склонность вот к такому, э, контролю даже в, э, такой, ситуации, э, говорит о том, что эмоции свои, э, вы, э, скорее всего, э, склонны подавлять. Вот эмоции свои вы скорее всего склонны заглушать, подбегать их сомнению и у вас есть, наверное, проблема в том, что вы к себе как-то вот не прислушивались. То есть есть вот такая вероятная проблематика, что к своим эмоциям вы не внимательны. По крайней мере у меня есть такое впечатление, у меня есть по крайней мере такое ощущение и я думаю, что должен вам сказать о том, что это может являться, скажем так, основой, это может являться основанием для возникновения тех проблем, которые у вас есть. На самом деле здесь, на мой взгляд, речь идет о том, что у вас, во-первых, много непрожитых чувств имеет место быть. Как будто бы. То есть вот именно много непрожитых эмоций. Ну, на мой, по крайней мере, у вас много непрожитых эмоций. И они вас, эти эмоции, собственно, возвращают. То есть ваша психика, ваше состояние кричит о том, что есть эмоции, которые вам хочется, ну, как-то, ну, как-то проживать, да, хочется через себя пропустить, но вы этого не делаете. Вероятно, потому что не с кем, да, вероятно, еще по какой-то причине. Поэтому здесь дело не в техниках, на мой, по крайней мере, взгляд. Дело не в техниках. А дело именно в том, чтобы прожить вам ваши эмоции. Чтобы у вас была такая возможность, чтобы у вас была возможность прожить ваши чувства, вот, которые вас переполняют, судя по тому, что я могу видеть, вам нужно, наверное, выстроить хорошие доверительные отношения с, ну, с психологом, вот, со специалистом, которого вы выберете для себя, вот. И то, как вы будете с ним себя ощущать, то, как вы будете себя с ним чувствовать, вот, и определить в итоге успешность вашей работ, успешность вашей психотерапевтической, скажем так, активности, вот. На мой взгляд, центрированность на техниках, центрированность на специалисте для вас не приведет ни к чему хорошим. Я бы рекомендовал в рамках вашего состояния, особенно состояния, когда вы чувствуете себя, получается, крайне неустойчиво, да. Вот. Я бы рекомендовал вам в рамках вашего состояния, именно обращать внимание на то, как вы себя чувствуете с, значит, ну, как вы себя чувствуете с психологом. Как вы себя чувствуете с ним? Какое у вас, вот, ну, состояние, какое у вас ощущение с ним? Какая вы с, ну, вот, со специалистом, скажем так. И если вы заметите, если вы заметите для себя такое вот состояние, ну, приятное для вас, состояние расширяющее вас, состояние, значит, ну, дающее некую витальность, да, вот. Я думаю, что это и будет то, что вам подходит. Я думаю, что это и будет то, что, то, что вас как-то, вот, ну, устроит, да, как-то, ну, то, что, вот, можно сказать, ваше. Что касается техник, то, опять же, здесь можно сказать, наверное, то, что разные, разные подходы, да, вот, разные подходы. Разные подходы подходят разным людям, вот, и не совсем здесь понятно, какой подход вам подойдет, потому что к разным, к разным людям, для разных людей свой подход. Вот, кому-то больше подходит гестарт подход, кому-то больше подходит когнитивно-поведенческая терапия. Ээээ, скажем так, ээээ… смысла. Вот. Да, то есть, ээээээ... ну, экзистенциальный, эээээ, экзистенциальный подход кому-то больше подходит. То есть тут вариантов достаточно много, и чтобы понять вам, какой подход вам больше отвлекается, наверное, вам нужно пообщаться с несколькими специалистами. Чтобы увидеть, чтобы сравнить, чтобы общаться с представителями когнитивно-поведенческой терапии, например, представителями гестальт-подхода, и с представителями других. Поэтому я думаю, я думаю так, потому что нужно, чтобы вам было максимально комфортно. Думаю, что нужно, чтобы вам было максимально удобно. Думаю, что нужно, чтобы вам было максимально хорошо. Но что я хочу сказать, я хочу сказать, что, по моему мнению, самое главное это доверие. По моему мнению, самое главное это доверие между психологом и клиентом. Вот. Это самое главное. Поэтому я бы, ну скажем так, ну не призывал бы вас, конечно, говорить о призывах к чему-то, наверное, было бы не совсем корректно. Я бы, наверное, больше говорил бы о, именно, рекомендации, да. Вот, рекомендовал бы я вам больше прислушиваться именно к своему отлику на специалиста. Потому что, ну, я думаю, что вы понимаете, да, что такая вот довольно нормальная, хоть и не всегда приятная ситуация заключается в том, что специалист может меня подойти. То есть, вроде бы, и хороший человек, вот, вроде бы, и приятный человек. Вы чувствуете, что, ну, профессионал, как бы, да, да. Вот. Ну, профессионал своего дела, в смысле. Вот. Но вам с ним как-то вот всё равно не по себе. Вам с ним всё равно не хорошо. Вы всё равно с ним как-то вот чувствуете себя не очень. Потому что у каждого, у каждого специалиста свои клиенты, у каждого психолога своя клиентура. И очень важно, чтобы это совпадало. Вот. Потому что всё базируется на отношениях. Вот. И, в принципе, в принципе, вот, всё базируется на том, по крайней мере, в моей какой-то вот парадигме, да, всё базируется на том, как вы откликаетесь на, значит, ну, какие-то интервенции психолога. Вот. Потому что бывает, опять же, что на интервенции отклика никакого нет. Бывает, что он интервенции, как бы, проходит мимо, да, просто потому что, ну, фигура психолога не выглядит, как бы, ну, приглашающим, чем-то для клиента, да. Вот. А бывает, что вроде бы, значит, специалист там ничего особенного не делает, да, а, как бы, в этом смысле всё, как бы, идёт довольно-таки хорошо. Вот. Поэтому я думаю, так, вам можно здесь ответить. Если состояние ваше достаточно серьёзное, да, то есть, если состояние ваше достаточно яркое, яркое, если вы, ну, чувствуете, ощущаете, да, что качество вашей, например, жизни достаточно сильно падает, вот, то в таком случае, я бы рекомендовал вам обратиться, наверное, ещё и к психиатру клиническому, клиническому психологу для того, чтобы, возможно, вам выписали некоторые поддерживающие средства, которые помогли бы вам обрести то состояние, в котором, значит, психотерапия была бы более эффективной. При абьюзе, в частности, при абьюзе, стрессе и потрясении, потрясениях, человек сталкивается с различным и довольно часто, что логично, неприятным опытом. То есть, опыт разный, опыт неприятный, вот, и это определённые чувства, это определённые чувства, значит, копёры, человек себя сдерживает. Что я имею в виду? В частности, я имею в виду то, что описываемые вами реакции, то есть, те реакции, которые вы описываете, например, вот, желание, да, там, участвовать в драке, да, и так далее, свидетельствуют о наличии у вас агрессии. Агрессия – это нормально, вот, в частности, наиболее, наиболее генерируемая агрессию среды представляют из себя, как раз таки, абьюз, стресс реже, потрясения в жизни тоже реже, но и они могут, могут вызывать агрессию, в том числе, вот. Вот, поэтому у вас чувствуется вот, что много, много достаточно сдерживаемая агрессия, это первое, да, её нужно вырезать, нужно прожить, чтобы она вас не отправляла хотя бы. Вот, дальше, значит, при абьюзе, в частности, опять же, реже, при стрессе и потрясениях в жизни, но, в том числе, замечается снижение, снижение самооценки, вот, и… Ну, в целом, как бы, появление такой тенденции к обесцениванию себя, да, когда человек начинает думать, что с ним что-то не так, там, плохое, что там, он унижен и так далее. То есть, это некая жертвенность. Нам здесь важно понимать следующее. Как правило, то, что происходит в жизни человека, то, с чем человек сталкивается, например, является, пускай и не очевидным, но довольно логичным, развитием событий, развитием того потенциала, который в человеке есть. То есть, с абьюзом, например, со стрессами и потрясениями в жизни может столкнуться каждый, вот, но с абьюзом также может столкнуться каждый, но, скажем так, пострадать от него, от абьюза, может далеко не каждый. Так вот, есть представление, согласно которому в абьюз попадают люди с определённым уже состоянием. То есть, как бы, предрасположенные к неким таким абьюзивным тенденциям. Вот. Тем не менее, возможна ситуация, при которой, при которых это не так. Поэтому, если вы попали вот во все ваши, скажем так, перипетии жизненные по стечению обстоятельств, это одно и оказались просто неприготовленными, неприготовленной к тому опыту, который, ну, который у вас возник. Так, это одно. И совсем другое, если случившееся с вами является, как я уже сказал, пусть и не очевидным, не всегда очевидным, но логичным продолжением, логичным развитием, скажем так, вашего опыта и вашей, скажем так, потенции. То есть, вот, потенция здесь, это именно потенциальность, потенциальная предрасположенность к, ну, определённому опыту, скажем так. Вот. И я прекрасно понимаю, что это вам может быть неприятно слышать. Я прекрасно понимаю, что это, может быть, вам, ну, нежелательно слышать. То есть, я прекрасно понимаю, что возможно, вполне возможно, что вы, ну, как-то вот не хотели бы это слышать, да. То есть, опять же, вот такая есть история. Вот. Это нормально абсолютно. В этом ничего такого нет. У жалобного то, что вы как-то вот, ну, не хотите, не хотите это, ну, что вам это неприятно. Но, тем не менее, для полнатой картины, на мой взгляд, важно увидеть в том числе и это. Вот. Не менее важным аспектом является то, что на неком таком глобальном уровне человек сталкивается с тем, что он не такой, каким он себе представлялся. То есть, вот, на более глобальном уровне человек сталкивается вот с такими аспектами, с такими моментами. И это очень часто то, это очень, очень часто то, чем сложнее всего справиться. с тем, что я, например, не такая, как я себе представлялась, я не такая, какой я, ну, я не такая, какой я о себе думала. Вот. Я, в общем-то, ну, другая. Оказывается, я другая. Вот. И мне об этом, в общем, очень, ну, мне об этом очень больно. Вот. То есть, здесь многие вещи, как вы сами понимаете, да, проистекают именно из того, из той такой вот тенденции, скажем так, ну, вот, что я должна быть вот определённым, ну, определённым, я должна быть какой-то определённой. Вот. Я думаю, так. С этим также приходится сталкиваться, это также является довольно неприятным опытом. Вот. И, как мне видится, в этом вам также нужна помощь, потому что, опять же, есть подозрение, что самостоятельно вам справиться с этим довольно-таки, ну, трудно. Тяжело. И вполне возможно, что собственных сил на это у вас нет. Вот. Такая вот история. Еще очень важно, на мой взгляд, как-то вот, ну, заручиться поддержкой окружающих, да, то есть, чтобы окружающие, вот, те люди, которые находятся непосредственно рядом. Рядом с вами, вот, чтобы они, эти люди, вам оказывали поддержку, чтобы вы не чувствовали себя одной, чтобы не чувствовали себя один на один, да. То есть, это чувствует, ощущение может, опять же, дать вам психолог, да, но все равно с психологом, например, вы так или иначе, ну, проводите время меньше, чем со своими близкими, вот. То есть, меньше, чем со своим кругом, кругом, кругом близких людей, вот. И именно поэтому тоже очень важно, чтобы вы организовали свое личное пространство, вот. Значит, ну, таким образом, чтобы оно, это личное пространство, давало вам возможность, ну, лучше переживать, не справляться, а переживать то, что... с вами сейчас происходит. Многие проблемы, не все, но многие, но многие проблемы, часто связаны с тем, что человек требует от себя, именно вот, справляться с... ну, с ситуацией. То есть, человек, как бы, говорит себе, я должен справиться с тем, вот, что, ну, со мной происходит, я должен с этим справиться. Говорит такой человек. И это очень часто является таким, я бы сказал, демотивирующим фактором. Потому что, потому что справиться можно далеко не со всеми вещами, справиться можно далеко не со всем, с чем мы встречаемся. Но это внутреннее требование, что я должна справляться с этим, что я должна как-то преодолеть это. Вот. Оно, конечно, ведет к такому вот, я бы сказал, ну, я бы сказал, напряжению. Вот. Я бы сказал, да, еще большему напряжению. Вот. Поэтому, в этом смысле я бы точно рекомендовал вам посмотреть, а, как бы, чего же вы хотите. Вот. То есть, в моей парадигме справляться вам не нужно с тем, что с вами происходит. Вот, проживать это, да, действительно, проживать, прожить, отболеть, да, вот, как-то заметить что-то в себе, да, это то, что могло бы вам куда большую пользу принести. Еще один важный момент, на мой взгляд, заключается в том, как устроена в целом ваша жизнь. Почему я об этом спрашиваю, потому что ситуация частенько заключается в том, что человек, попадающий в абьюзивные отношения часто испытывает некий такой экзистенциальный жизненный кризис, когда не очень понимает, куда ему идти, не очень, не очень понимает, что ему делать, не очень понимает, к чему ему стремиться, то есть некая вот такая, ну, некая такая пустота, что ли, возникает у человека. И в состоянии этой пустоты, в состоянии этой пустоты, оказывая в состоянии этой пустоты, человек, в общем-то, пытается из нее выйти и выходит из нее вот в том числе. Таким образом, вот, через, вот, попадание в таких ситуациях. Это, опять же, неприятно. Это, опять же, не хорошо. Это, опять же, может вызывать у вас сопротивление, но, тем не менее. Давайте, как бы, все моменты, все факты проясним. По поводу времени, ну, все зависит от многих факторов, вот, и я бы сказал, что много здесь играет анализабельных клиентов, то есть это восприимчивость к психотерапии, наличие защитных механизмов, гибкости психики и так далее. Но я думаю, я думаю, что если мы говорим о какой-то регулярной работе, вот, пускай, например, в моем случае не привязано ко времени, да, то есть не обязательно раз в неделю, хотя и желательно, но не обязательно. Тут скорее больше по желанию, вот, что, ну, не меньше года. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Доброго. Доброго.